Привет, друзья, подписчики мои. Ну что ж, как старые добрые, мы пришли в Дикси и у нас стартанула новая акция, которая называется Треснутый 3. Два года их не было и вот опять. Ну что ж, пойдем посмотрим, чем Дикси будет нас удивлять в этом году. Друзья, зашел я в Дикси и вот здесь вот такая вот история. Посмотрите, какой красивый плакат Треснутый. Я бы очень хотел себе забрать такой плакат. Выглядит он безумно круто. Забирай Треснутого. Я просто мимо проходил, здесь стеклянная витрина и действительно не видел ни одного баннера, а они все с внутренней стороны. Вот здесь, посмотрите, есть еще такие вот штучки на ящичках. Треснутые, треснутые, треснутые. И вот здесь написано с 6 по 12 ноября. Очень коротенькая акция, всего 4 дня идет, но сегодня 9 и я успел. Здесь у нас товары-спонсоры. Вот можно купить два товара, получить одного треснутого. Можно купить какие-то кранчи-чипсы от Влада. Чипи, конечно же, Феликс. О, кстати, 4 товара, один Треснутый, 19 рублей. Нормальная тема. Типа на... А, ну 80 рублей дороговато, конечно. Но прикольно, но причем буклет я ничего здесь не вижу. Посмотрим, что внутри. Ваша любимая, друзья мои, поездочка из тележки. Я с этого начинал, давненько я так не делал, но это выглядит всегда безумно забавно. Ладно, не будем вас трепать, будем снимать. Экономия во всем, дорогие зрители. Значит, у нас поменяли они красивые баннеры с Треснутым, поменяли вот на такую вот какую-то фигню. 4 товара, один Треснутый. Ну, вообще не привлекает внимания, потому что точно такие же ценники. Вот здесь видно просто желтый, а вот видишь тоже с черным сверху и как будто бы не сильно запарились. А может быть на ворот ничего не приехало, они решили так выкрутиться. За это лайк. Вот он, наш любимый Феликс. Только здесь Вискос. А вот того, за которого было вначале написано, я что-то не особо вижу. А вот есть какой-то еще вот такой вот Корум Перфект. И я помню, помню, что у меня теперь диксифобия, потому что я боюсь покупать здесь Треснутых. Потому что я помню эту историю 3 года назад, когда были действительно у нас одни Феликсы. Из 30 штук 30 Феликсов. Это было, конечно, мощно. Роликс собрал отлично. Еще помню времена, было по магазинам гуляешь, столько всего интересного там выставлено в зале и все. А тут даже не промо-стойки, ничего вообще. Ну, пара плакатов, хоть за это спасибо. Но мерча, ну, в Дикси никогда не было особо мерча, поэтому пойдем на кассу. Ну, вот на кассе появилась коробочка, вижу все, что есть из промо-стойки. Ну, вот такая только штука. Вот альбомы здесь лежат, по 200 рублей они стоят. И все. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот потрясут, не подскажите, какой-то комикс еще должен быть. Нет у вас не стойки, ничего такого? Вот такая игрушка. Где этот номер? Альбом где? А, ну, все, да, и все получается. Да. Я понял. А я бы вот хотел купить, можно их купить? Да. Вообще-то оно, вы больше 6, вот это, больше 2 тысячи, берете 4-5 штук. Так, а если я одного хочу? А лобок 500 стоит? 49. 49, все. Так, ребята, купила для вас 10 штук в этом диксе, я еще пойду в другой, куплю там еще. И по традиции открываю прям, не отходя от кассы. Только каждый раз это мое мучение, потому что одной рукой открыть эту штуку очень сложно. Сейчас вот так сделаем, чтобы не оттуда открывается. Есть, 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 у меня получилось. Так, слушай, ну по ощущениям довольно большое лицо. Довольно оно огромное. Вау. Слушай, оно реально в 2 раза больше. Посмотри, что это опять мур? В смысле, почему опять коты? Я что, опять купил 10 котов? Именно поэтому я иду сейчас в другой диксе. Так, кто здесь? Вот, посмотрю. Может, крутой. О, да. 100% мур. Ну, все, годится, пойдем в другой диксе. Ситуация в следующем. Я пошел в другой диксе, там вообще этой акции не было, и никто не знает, что происходит. Поэтому мои 10, которые я купил в первом магазине, вот они все здесь, в красивеньких пакетиках, треснуты с буквой D. Вот здесь такие интересные. И получается два у меня. Один я открыл в начале ролика. Это мур. И вот такая вот какая-то феечка, принцессочка, тоже довольно симпатичная. Посмотрим сегодня в ролике, естественно, альбом. Посмотрим сайт. И если видео... Друзья, очень прошу, сейчас реально акции не заходят. Нет, просмотров нет. Давайте постараемся. Ребят, пожалуйста, напишем какой-нибудь комментарий в поддержку этого ролика. Пожалуйста, подпишемся на канал. Попробуем максимально это видео распространить. Если... И лайков, ребят, пожалуйста, поставьте много лайков. Вот хочется еще пойти в диксе акция, потому что прикольная акция, интересная. Погнали распаковывать. Так, ну что, давай начнем вот с этого. Их по традиции не просветить, не прощупать, не проглядеть. Нет, но вот они вот так вот... Да не может быть. Да ну как это работает? Да ты посмотри. Ну почему? У меня какая-то карма с этим муром или что? Что происходит? Ну почему опять он? Я... Я не хочу этих муров. Опять тут будет 20... Ладно, 20 не будет, будет сколько? 9, да, если два этих... Нет, ну это не серьезно, ребята. Я не хочу. Давайте, пожалуйста, пусть там не будет больше какого-то мура. Сколько можно? Ну пожалуйста, я не хочу. Я не хочу повторения ситуаций трехлетней давности. Пожалуйста, пускай здесь будет что-нибудь другого. Что угодно. Пускай повторка даже вот этого. Вообще не важно. Что угодно, только не мур. Фух, так. Отлично. Ну, спонсорская история. Ну да, я просил все что угодно, но... О, кстати. Слушай, а шоколадка-то прикольная. Слушай, а Аленка. Прикольная эта шоколадка. Классно выглядит. Слушай, что у нас? Одни спонсорские, да? Все. Опять одни спонсорские. Я не хочу спонсорские. Пожалуйста, что? Дайте мне, пожалуйста, анимешных персонажей. Ребята, пожалуйста, лайком поддержите. Ладно, давай откроем следующего. Тут, кстати, кстати... О, кстати, посмотрите, ребята. Здесь есть дырочка. И мы можем в дырочку понять. Посмотри, вот здесь рыжий. Ну все, это уже не мур. Это уже спокойно. Так, где здесь дырочка? А, во. Во-во-во-во. Тут какой-то белый. Слушай, ну это уже что-то. Ладно, хорошо, открываем. Так, здесь уже не мур. О, какой логотип. Ух ты, слушай, это какое-то... Что это? Черепашки-ниндзя? Это что, Микеланджело? Блин, прикольно коллабу с черепахами бы замутиться. О, самый, по-моему, вообще крутой нам выпадает. Я не знаю, что это. Прилипало, треснуло. Как это называется? Вот это пушка, друзья. Вот этот какой-то, правда, волосатый. Но ничего страшного. Вот этого я хотел. Кстати, вот его мне скидывали еще две недели назад. Мне скинули акцию, что, мол, треснутый в Дикси. Я такой, ой, я не хочу. Акции не собирают. Треснутые я не хочу, потому что космическая тема в прошлом году мне два года не сильно зашла. Но потом мне скинули вот эту фотку. Я подумал, вау, вау, вот это круто. Так, ну хорошо. Время, я думаю, посмотреть альбом. Давайте посмотрим, что у нас есть вообще в альбоме. Написано стикер-пак внутри. А еще здесь написано, купи комикс на кассе. Но вы слышали, что ничего, да, кроме альбома на кассе вообще там Дикси не было. То есть я говорю, а вот в другом Дикси вообще ничего не было. Поэтому, камон. Так. Ну, посмотрим. По крайней мере, наклейки должны быть внутри. Наклейки такой первый раз. Я вижу, как-то я криво поставил, надо было сдвинуть немножко туда. Так, уходить. Все, уходить. Мне, честно признаться... Так, он открывается. А, это задняя часть. О, так. Так, ну липучки. Липучки это отстой, потому что липучки отрываются. Но. Да. Вау. Вы только посмотрите, какая тут офигенная наклейка. Посмотри. Я твоя тень. Кто твой сэмпай? Банзай. Аж морозка по коже. Это попался... Вот этот персонаж похож, кстати, на из Шаман Кинга. Там был такой трей. Гонял на скейтборде. Быстрее молния. Жги. Тишина. Не смей сомневаться в моей магии. И ты крашили кого? О, это единорожка. Это моя зая порадуется. Еще есть логотип Дикси. Треться уже наклейки. Это крутяк. Вот наклейки всегда приятно, круто, что они бонусом как бы идут. И вот здесь, да. Посмотри. Я обратил внимание, что... Коробка какая-то опять. Вот посмотри. Ну что все криво-то лежит? Господи. Как так можно? Никакой игры нету. Но Дикси, конечно, опережает всех касаемо своих этих альбомов. Потому что действительно вот здесь нарисована вся коллекция. И она подписана. Потому что обычно это либо Завры, которые, типа, были не подписаны. Это просто фотка для Заврика. А в магнитах из магнита были просто написаны, какая монета, но не подписана. Вот такое. Причем, по-моему, в пятерочке на таких монетах там были фотки, но без подписи, по-моему, тоже. Или с подписью. Но вот здесь прикольно. Посмотри. У нас есть Флайси. У нас уже есть Аленка. У нас есть Мур. Еще у нас, видишь, какая-то спонсорская Лилой. Это, видимо, Милка и Феликс. Где бон парень, непонятно. Но и достаточно много вот этих вот анимешных персонажей. Какая-то вот есть Лисичка, Единорог, Жаба, Инозума. Друзья, пожалуйста, давайте лайков соберем много. Я хочу собрать коллекцию. Меня расстраивает. Единственное, что меня расстраивает в этой ситуации, что не получается. Вот прилипало, когда были, у них были такие классные тоже коробочки. И там вы их все расставляли красиво. А здесь, получается, ты кладешь только яйцо. И когда яйцо лежит в коробке, ну, это не очень прикольно. Плюс, если мы перевернем коробку, то все яйца повыпадают. Хотя вот тут не выпадают. Со вторыми, по-моему, была такая проблема. Они прям все выпадали. Вот. Ну, прикольно. Прикольно, интересное начало. Мне понравился альбом. Друзья, пожалуйста, хочу всех этих собрать. Давайте так повторочу. Иди отсюда. Вискс вообще. Не хочу тебя здесь видеть. Значит, тут четыре у нас есть. Ну, прикольно. Слушай, хорошо начали. Пока вроде не 20 феликсов. Двигаемся дальше. Открываем следующее. О, белое красивое яичко. Мне не очень нравятся логотипы. Вот здесь вот. Просто, ну, в оригинальных треснутых там в чем был прикол? Что у тебя яйцо, а внутри точилка, карандаш или ластик. Хрень полнейшая. Но там были красивые вот картинки здесь нарисованные. В космической теме тоже вроде было норм. А вот эти яйца, мне кажется, больше, чем космическая тема. Но вот такой вот получается прикольный челик. Давайте мы его откроем. Они... О, а, это Анигири. Подожди. О, это Анигири. Слушай, Анигири крутой. Посмотри, у него звездочки в глазах. Мам, дорогая, Анигири классный. Очень прикольный. Мне понравился. Интересно сделано. Прикольно. Так, давай дальше. Так, а это кто? О, это какой-то сэмпай. А я знаю, кто это. Это вот этот вот, наверное, который мороз по коже, скорее всего. С лапкой такой. Такой, слушай, очень крутая коллекция. А, нет. Вау. Look at that. Слушай, посмотри, какой он прикольный. О, это змея. Это, похоже, главный враг Наруто. Не помню, как его зовут. Но там был какой-то самый главный злодей со змеей. Класс. Слушай, аниме-тема. Это пушка. Я... А вот почему-то только вот опять они какие-то вот... Ну что это такое? Почему они такие странные? Они как будто вот бракованные, что ли. Что это такое с ними? Неприкольно. Давай откроем, посмотрим. Вау. Вау. Посмотри, какой киборг крутой. Мам, дорогая. Вот этот прикольный. Прикольный, классный, вообще супер. Супер. Ну вот брак какой-то непонятный. Хорошо. Так, ну что? А как? Ну только вот так. О, белый. Стой, это что? Повторка? Нет, только не повторка. Только не повторка. Пожалуйста. Слушай, они еще не открываются. О, есть. Нет, какой-то розовый. Это какой-то розовый, посмотрите. Вот такой вот. Вот такой крутой. Так, кто это? Ух ты, какой-то головастик. Ой, головастик-то какой крутой. Прикольный. Смотрите. Класс. Класс. И я думаю, что... Я думаю, что последний. Ну что ж ты будешь делать-то, а? Посмотри, спонсорский. Мы так коллекцию не соберем. Я... Мне вот спонсорский... Мне даже не коллекция нужна. Мне вот эти вот аниме прикольные персонажи. Классные. Они гири тоже крутой. Не, милка прикольная. У нас есть единорог, которого мы зовем милкой. Потому что он похож на корову. Но... Ну вообще прикольные штучки. Мне нравятся. Они такие маленькие. Но в целом ими можно поиграть. Если честно, я бы хотел какую-нибудь акцию реально с аниме-фигурками. Это было бы прикольно. Это, конечно, все ерунда. А вот они гири вот эти классные. Не, не. Симпатичные. Симпатичные. Прикольные такие чилики. Мне нравятся. Вот такие. Чкау! Аниме! А вы любите аниме, друзья? Может, вы не любите аниме? Я не знаю. Что? Предлагаю посмотреть сайт, наверное. Что мы уже можем посмотреть сегодня? Вот ты понимаешь, в каких-то моментах Дикси очень хороши. То есть, посмотри. Сайт, кстати, тут написано с 6 ноября по 3 декабря. Почему тогда там было написано с 6 по 12 ноября? Непонятно. Забирай треснутого. Собирай, смотри, читай, играй. Как много всего. А как получить? Ну, слушай, как будто как получить и так уж. О, такой аниме стиль нарисовали они. Прикольно, слушай. Интересно сделано. За покупку товаров участников получать дополнительные товары. Ага, вот оно. Треснутые. Посмотри. Есть Снежинкс Суперсила. Дает способность управлять снегом вьюга и замораживать все, что угодно. Конэко Суперсила дает обладательную реакцию кошки, но заставляет отвлекаться на красную точку от лазера. Юни Суперсила открывает столько людям с чистым сердцем и подсказывает их самое откровенное желание. Китсуне появляется внезапно и предлагает помощь. О Нигире материализуется вкусняшку, которой ты больше всего хочешь. Ква-квай помогает увидеть свою ситуацию с торандой с мудрой советы. Ину поможет найти по запаху буквально все что угодно. Ну, прикольно. Я не буду все 26 пролистить. Думаю, вы сами там это посмотрите. Так, что пишут? Я собрал всех треснутых. Что мне делать дальше? Для твоей коллекции есть специальный альбом с накопитель. Смотри, в него можешь положить всю коллекцию. Вау! Альбом 200 рублей. Розыгрыш какой-то. Участвуй в конкурсе. Чат-бот. Призы. Мерч. О-о-о-о! Так, подожди. Мерч это... А, это... Про призы не забудь рассказать. Рассказываю, да. Подожди. Мерч. А это, слушай, там какой-то прикольный. Там вон тетрадки. Это можно выиграть, получается, да? Да! Дикси разыгрывает тысячу крутых товаров. Мир Роблокс. Ох, ничего себе. Еще я залетаю в Дикси и Лэнд. Участвую в квесте. Бои, сколько всего тут у них? Комикс еще. 29 рублей, которые я не видел ни в одном Дикси. А еще есть предыстория треснутых. Мам, дорогая! О, играй с Марусей. Сколько всего еще. Марусю подключили. Еще сериал есть. Ё-моё! Капец! Вопросы еще какие-то. О, ребята, вообще. Тема пушка-гонка, самолет-ракета. Все это есть там, да, где-то на сайте, в приложениях. Я не знаю. Я вам просто показал общую информацию. Мне лично очень понравилась эта акция. Есть реально много всего. Есть возможность поучаствовать в конкурсах. А мы это все прекрасно любим. Но мне вот эти понравились персонажи. Они реально прикольные. Они крутые. И вот эти вот... А, еще, кстати, главное. Вот я вам не показал. Сейчас покажу. Они офигенно прилипают. Вы только посмотрите. Но прилипают к деревянным поверхностям как будто хуже. Как будто к лакированным отлично. Ну и вот к такому пластику. Вообще. Смотри, какая крутая штука. Можно поднять. То есть это вам не позорные зауры. Здесь прям диксик вообще огонь. Очень круто. Они прилипают. Вот так вот можно их всех выставить. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну вот эти спонсорские не буду. Вот они гири еще выставлю. Вот так вот. Вот такая вот банда. А почему-то отвалился. А вот этот, кстати, красный плохо держится. А, потому что прижимать сильнее, что ли? Ну, короче, вы поняли концепцию. Вот, друзья мои. Вот такая новая акция. Слушай, года три назад это бы залетело на ура. Сейчас, конечно, как будто уже никому не нужно. Но что поделать. Вот такое было видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нажимать на динь-динь-дон. С вами был Чудущий Я. Всем удачи всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok